Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала. Сегодня у нас распаковка. Большая распаковка. Но эти товары не с Алиэкспресс, а с Валберес. Давайте вместе с вами распакуем эти товары. Распаковываем первую посылочку с Валберес. Это футболочка, мужская футболка, турецкого производства. Упаковано все очень и очень хорошо. Пришла как раз 23 февраля на праздниче. Хорошего качества производства Турции фирмы Остас. Размер XL. Качество превосходное. Все швы очень хорошие. Единственное, что мне не нравится, она слишком длинная. По размеру, конечно, она подойдет, но она длинная. Но я думаю, это не проблема. Ее можно будет укоротить. Остальные футболочки я распаковала за кадром, чтобы не тратить время на распаковку. Вот следующая футболка черного цвета. Но она тоже довольно-таки длинная. Качество у нее, ну, похуже, конечно, чем у белой футболочки. Но, тем не менее, швы тоже все хорошие. Футболка российского производства. Фирма Твое. Сто процентный хлопок. Все футболочки недорогие. Стоимость этих футболок около двух-двух с половиной тысячи тиге. В российских рублях это где-то 400-450 российских рублей. Но я думаю, за такие деньги, такие футболочки просто грех не купить. Следующая футболочка желтенькая. Вот такая яркая, солнечная футболочка. Ну, тоже она довольно-таки длинная. Но я не знаю, это, наверное, так принято. Шить такие длинные футболочки. Но довольно-таки длинная футболка. Ее я взяла размер 2ХЛ. Потому что в отзывах писано, что она маломерит. Но, наверное, я все-таки ошиблась. Довольно-таки она большая по размеру. Российского производства. 100% хлопок. Цвет горчичный. Размер 2ХЛ. Производитель Max Extreme. Город Москва. Футболочка хорошенькая. И четвертая мужская футболочка, которую мы купили. Это вот такая футболка темно-синего цвета. Здесь у нее такой круглый вырез. Качество тоже приятное. Вообще все футболочки хорошего качества. Швы тоже очень хорошие. Футболка тоже российского производства. Размер XL. 100% хлопок. Город Чебоксары. Россия. Ну, как видите, производство все российское. Только разные города. И все футболки хорошего качества. Но эта футболка, вот я думаю, она будет идеальна. И по размеру, и длина у нее хорошая. И последняя футболочку. Эту футболочку я купила для себя. Решила себе сделать еще один подарок к 8 марта. Я взяла ее 56 размера, потому что было в отзывах написано, что она маломерка. Ношу я размер 52-54. Ну и, конечно, я вижу, что она очень большая. Нужно было брать свой размер. Не нужно верить отзывам. Ну, взяла я ее, потому что, в принципе, это хороший трикотаж. Были хорошие отзывы на эту футболку, во-первых. И, во-вторых, мне вот понравилась вышивка. Здесь вот вышивка 4 котеночка сидит. Но даже если она мне будет большая, я буду ее с удовольствием носить дома. Швы тоже все очень хорошие. Все прошито. Такой легкий летний трикотаж. Производство России. Фабрика трикотажная «Апрель». Я очень довольна всеми футболками. Тем более, стоимость этих футболок, ну, просто, скажем так, очень привлекательная. Довольно-таки бюджетная цена. Следующая посылочка, которую я распакую, это вот такие антивибрационные подставки для стиральной машины. Дело в том, что у меня машина очень сильно шумит и прыгает при стирке, когда я закладываю белье. Такое ощущение, что она сейчас взлетит. И вот для того, чтобы уменьшить шум и компенсировать вибрацию стиральной машинки, я нашла на Валберис вот такие антивибрационные подставки. И попробуем закрепить. Надеюсь, моя стиральная машина будет меньше шуметь и прыгать. Вот в комплекте вот такие четыре антивибрационные подставочки. Подставки сделаны из полимерного материала. Очень прочные такие. Вот они даже смазаны чем-то, каким-то маслом. Надеюсь, они помогут, и моя стиральная машинка будет меньше прыгать. Стоимость этих антивибрационных подставок 850 деньги. В российских рублях это где-то 150 рублей. Ну, совсем недорого. Следующая посылочка. Вот она пришла упакована вот в таком пакете, фирменном пакете Валберис. Это вот такие красивые корзиночки. Корзиночка для хранения. Посмотрите. Объем этих корзинок 12 литров. Красивое плетение. Очень посмотрите у корзиночки. Я поэтому их и заказала. Стильное такое модное цветовое решение. Она такого лилового цвета. Ну, насколько я помню, длина этой корзиночки 38 сантиметров. Вот я заказала две корзиночки. Корзиночки пришли в идеальном состоянии. Целые, никаких трещин нет. Ну и больше всего мне нравится цвет. Такой необычный, красивый лиловый цвет. Я их приобрела для мыломойки. Производство Россия. Корзиночки называются Усла. Ссылочки у себя я в описании оставлю. Следующая посылочка, которую я вам покажу. Это вот такая красавица кукла. Скоро у моей внучки день рождения. И я заказала эту куклу для своей внучки. Кукла белорусского производства. Я обошла все магазины у нас в городе. У нас продают все куклы китайского производства. А хотелось бы купить куклу российского или белорусского производства. Я вскрыла коробочку. Такая, посмотрите, красавица кукла. Да, действительно, коробочка была повреждена. Кукла здесь закреплена на вот такие штучки. Но сейчас попробуем снять и посмотреть. Заявлено, что кукла умеет разговаривать, сидеть, закрывать, открывать глаза. Платье на ней персикового цвета. Очень красивое платье. Посмотрите. Я распаковала куколку. Она была закреплена вот такими зажимами. Зажимы я эти убрала. Кукла умеет сидеть. Вот она сидит, прекрасно сидит. И она умеет разговаривать. Ты знаешь красивую песенку? Споешь мне? Ой, пожалуйста. Молодец. Замечательная песенка. Кукла замечательная. Стоимость этой куколки 8 тысяч тенге. В российских рублях где-то полторы тысячи российских рублей. По-моему, даже чуть меньше. Кукла мне очень понравилась. Несмотря на то, что коробка была повреждена, на кукле это никак не отразилось. Теперь самая большая посылка на сегодня. Это швабра с ведром и отжимом. Это вот такая швабра с ведром. Что из себя представляет эта швабра? Я ее уже распаковала, чтобы не тратить время на распаковку. Это вот такое ведро. Посмотрите, со стройным механизмом отжима. Принцип центрофугия. У нее есть ручка. Вот ручку я уже прикрепила. И колесики. С задней стороны ведра вот такие колесики. Швабра у меня бежевого красивого цвета. С коричневой окантовкой. Вы наливаете сюда воду и вам не нужно носить ее по дому с водой. А можно вот при помощи этой ручки тянуть ее на колесиках. Ну и вот такая телескопическая ручка. На эту телескопическую ручку одевается вот такая насадка. Насадка выполнена из микрофибры. Такой приятный материал. Таких насадок две. Ну и посмотрите, еще в комплекте идет дозатор для моющего средства. Сюда можно наливать любое моющее средство и добавлять при мытье полов. Я видела такую швабру у своей подруги и она мне очень понравилась. Швабра это просто чудо. Я сначала полагала, что вот эта насадка она очень плохо вытирает, потому что выполнена из микрофибры. Но я ошибалась. Вытирает она полы насухо. Но я думаю, что теперь мытье полов станет для меня просто радостью. Я буду с удовольствием мыть полы. И самое главное, когда используешь эту швабру с этим ведром, то руки в принципе мочить не нужно абсолютно. Работает за вас швабра. Я довольна этой шваброй. Сделала себе хороший подарок на 8 марта. Ну вот такие покупочки были у меня сегодня. Я очень довольна своими покупочками. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока.